На Дубае обрушились проливные ливни, вода затопила дороги в нескольких районах города, движение парализовано, потоплены некоторые станции... Привет, друзья! Сегодня этот ролик будет посвящен одной из самых тиражируемых тем, которые прошли по всем практически средствам массовой информации по всему миру, темы, связанные с дождями в Дубае. Итак, Дубай знаменит тем, что здесь практически всегда светит солнце, очень тепло, бывает иногда очень и очень экстремально тепло. Но в целом климат, за исключением 3-4 месяцев, крайне комфортный для проживания, что, безусловно, привлекает большое количество туристов. В 2023 году Дубай посетила 17 миллионов туристов, и уже за первый квартал 2024 года эта цифра существенно увеличилась, увеличилась на приблизительно 20-25%, если мне не изменяет память. Демонстрируя то, что этот Эмират, Дубай, ну и, собственно, наверное, другие Эмираты, Арабских Эмиратов являются классным местом для проведения здесь своего отпуска. 16 апреля в Дубае выпало огромное количество осадков, выпало более 250 миллиметров осадков, что является пятикратным превышением нормы для этого региона. В результате этого апокалипсиса некоторые районы города полностью погрузились под воду. Первые этажи некоторых районов, в которых мне удалось каким-то образом случайно побывать, люди ходили некоторые по пояс, многие машины были утоплены. Особенно это коснулось аэропорта. Вы, наверное, видели в интернете видео о том, как по взлетной полосе, по воде взлетали самолеты, но на самом деле, конечно же, авиасообщение было ограничено или на некоторые периоды времени вовсе остановлено. Такая компания, как Эберетт, знаменитая по всему миру, как, по сути, компания номер один, тоже столкнулась с большим количеством задержек. И как раз на той неделе, когда в Дубае были такие сильные ливни, мне случилось улетать из Дубая, и я сам лично столкнулся с переносом практически на полсуток. Очень сильно пострадала дорожная и жила инфраструктура. Многие дороги были затоплены полностью, что по ним невозможно было ездить. В некоторых районах города затоплены были полностью первые этажи. Ну и, конечно же, в старых домах, которые располагаются особенно в старых микрорайонах, макрорайонах города, были последствия, в том числе, и далеко не на первых этажах, когда мы видели, что и там на пятом, на седьмом были протечки. В результате город встал приблизительно на 2-3 дня, практически невозможно было передвигаться. К слову, вот один из моих коллег, который забирал свою маму, которая не смогла вылететь из объединенных Арабских Эмиратов обратно домой, и они из аэропорта Аль-Мактун, который, к слову, находится несколько дальше, чем международный аэропорт Дубая, добирались 12 часов до дома в рамках одного города, представьте себе. Но уже через 4-5 дней дорожная инфраструктура восстановилась, то есть огромное количество автомобилей приехало, которые высасывали это в воду, делали дорогу пригодной для перемещения, и уже к выходным ситуация нормализовалась. Но, тем не менее, в течение всей рабочей недели с 15 по 21 апреля все городские учреждения были полностью закрыты, переведены в удаленку, а бизнес частично работал на удаленке, и кто мог приезжать в офис, тот-то, соответственно, до этого офиса добирался, и работа шла в таком комбинированном формате. Через несколько дней после того, как ситуация нормализовалась, в конце апреля, крупные застройщики, в частности, МАР, а также МАК Девелопмент, они объявили о том, что восстановят все дома, повреждения в этих домах, которые были нанесены в результате этих ливней. А наследный принц Дубая, принц Хамдан, объявил о том, что выделит 80 миллиардов дирхам на создание более современной инфраструктуры, инфраструктуры, которая спасет от будущих подобных наводмений, если, конечно, они снова встретятся в этом регионе. Но самое интересное случилось потом. Примерно через неделю, после завершения вот этой всей спецоперации, пришло новое оповещение о том, что 2 и 3 мая ожидаются новые ливни. Что вы думаете? В результате на 2 и 3 мая все государственные учреждения, бизнес были переведены на удаленку, школы, садики были закрыты, в жилых домах были закрыты бассейны, спортзалы и все вот эти вот amenities, то есть удобства вокруг домов. Но на самом деле, как показала практика, эти меры были излишни, потому что уже 2 числа, когда начался дождь, вот первый день вот этих предсказаний, дождь продлился буквально до обеда. Я сам лично проехал весь Дубай, и я не столкнулся с никакими проблемами на дорогах. Ну, как говорится, да, здесь перебзели немного, да. Получается, что за последние 2 недели произошло сразу 2 резонансных события в Арабских Эмиратах, связанных с дождями. Одно из них было некоторым образом раздуто, как показала практика, но тем не менее мы видим, что климат серьезно меняется. Если у вас есть что добавить к этой истории, поделиться своей, пишите в комментариях, которые будут под этим видео. Если вы не подписаны на этот канал, подписывайтесь, ставьте лайк, для меня это очень важно. С вами был Дмитрий, пока.